МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На часах 19.00 в эфире новости Прима. В студии я, Антон Попов. Здравствуйте. Прямо сейчас о главных темах дня. Водитель автобуса сбил двух женщин на пешеходном переходе. Он их просто не увидел. Ее мало, она грязная, да еще и с червяками. Родители железногорских кадетов подняли бунт из-за школьного питания. Пришлось отбиваться с ребенком на руках. В парке Гремячая Гриева на мужчину напали бродячие собаки. Отстояли всем миром. Мама мальчика, которого директа школы пыталась перевести на домашнее обучение из-за прически, сегодня поблагодарила людей. Пока мы ждем потепления и горячих батарей, в телекафе Гутниус продегустировали осенние супы и нашли и самый грустный. А также выяснили, как прокачать зрение до 200%. Не то, чтобы не заметил, а просто не увидел. Сегодня утром на Карла Маркса водитель автобуса сбил двух женщин. Они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. И при этом все водители их пропускали, кроме одного. Как так получилось и насколько сильно пострадали женщины, выясняла Полина Кольт. От этих кадров с уличных камер все внутри застывает. В 8 утра у перехода на Маркса тормозят машины, пропуская пешеходов. Но 20-тонный автобус сшибает двух женщин. Тормозить автобус начал уже после. Продукты из сумок, пострадавших разбросаны по проезжей части. Водитель автобуса в шоке и даже не может ответить на вопрос, как это случилось. Я в несостоянии сейчас открытые. Даже кондуктор убегает от камеры. Выпали в автобус. Я ничего не буду говорить. А почему? Я ничего не слышала, ничего не вижу. Пострадавшим женщинам 58 и 63 года после ДТП их на скорой доставили в БСТМП. Одну отпустили, вторую госпитализировали. По информации медиков, состояние женщины не критичное. По административной истории на данный момент вся информация уточняется. Все в количествах нарушений. И в отношении перевозчика также будет проведена дополнительная проверка. В том числе проверка технического состояния транспортного средства. Необходимой документации. И то, как проходило медицинское обследование водителя. Все это будет установлено в ходе пройдения проекта. 64 маршрут муниципальный. В департаменте транспорта говорят, у водителя есть необходимая категория. Стаж больше 30 лет. На предприятии работает полтора года. С нашей стороны будет проведена служебная проверка. Президентом этого чрезвычайного происшествия. У нас будет проведена проверка технического состояния автобуса. Сосновление режима труда и отдыха. Как все это происходило. То есть будет полная проверка. Водитель на время проверки будет устранен от работы. Удивительно, но данный пешеходный переход в статистике ГИБДД не фигурирует, как аварийно опасный. Здесь рядом есть поворот, на котором машины снижают скорость. Однако это не помешало сегодняшнему происшествию. Павел Накорт, Владислав Рыбаков. Новости Прима. Сушки с червями и грязные яблоки. Такие пикантные блюда, по словам родителей, подают на ужин в кадетском корпусе Железногорска. Раньше дети уже жаловались на скудный размер порции в учебном заведении. Например, на ужин кадетам выдавали вареное яйцо, ленивый голубец и салат из морковки. Но недавний десерт с червяком переполнил чашу терпения. В итоге дети вообще отказались от еды в столовой кадетского корпуса. Ребенок, видать, уже в силу того, что он взрослый, он мне не рассказывал ничего. Я ему перезвонила, я говорю, это правда он? Да, правда, и порции маленькие. Но я выхожу из положения тем, что я всегда больше хлеба. Я говорю, а почему ты мне не говорила? Ну зачем, говорит, я буду расстраивать? Ходили на собрание, и директор озвучил, что якобы уже ситуация сдвинулась с мертвой точки, якобы, что уже с обеда немножко улучшилось питание. Но я это все узнаю из уст ребенка, когда он приедет на выходные. Родители написали обращение в Министерство образования, края и прокуратуру. Директор кадетского корпуса сегодня новостям Прима пояснил ситуацию. По его словам, в этом учебном году сменилась компания, которая кормит учеников. Раньше столовую обслуживал частник, которого выбирали по конкурсу. А с 1 сентября детей кормит краевое государственное бюджетное учреждение Центр питания, которое выполняет заказ, минуя процедуру торгов. И качество питания, по мнению директора, изменилось к лучшему только после скандала. По поводу червяков, если вам интересно, сушки, которые произвел АО «Карава» и Иркутская область, город Шелихов. То есть вот нам в упаковке привезли их, на них раздали. Сушки обычно, ну видно, у них срок годности до февраля следующего года. Хорошо кадеты, внимательные, но не то, что внимательные, кто-то разломил и увидел. Никто не успел съесть. Пятница 13-я собирает урожай. На мира водитель протаранил стену жилого дома. Об этом через 7 минут. В одном из любимых мест отдыха горожан собаки напали на людей. В гремячей гриве четвероногие укусили мужчину с грудным ребенком на руках. Вечером компания шла к визит-центру. По словам пострадавшего Евгения, путем преградили 4 собаки. Она из них начала агрессивно лаять и прямо на входе вцепилась в ногу мужчины. Он сначала обратился в травпункт, а затем в полицию и написал заявление. Но мужчина не верит, что это именно бродячие животные. После разговора с другими отдыхающими укушенный полагает, что собаки охраняют визит-центр. Люди наблюдали и будку, и цепи, и способы привязки этих животных, и миски для кормления, которые находятся за этим зданием. И сотрудник визит-центра тоже подтвердил, что она там собаку привязывала, отвязывала и так далее. И когда мы на следующий день сюда приехали, что удивительно, ни самой агрессивной собаки мы не увидели, ни этой будки. В администрации парка «Гремячая грива» заявление мужчины отрицают. Говорят, собаки бесхозные, и руководство уже не раз обращалось в службу 205, чтобы избавиться от собак. В департаменте городского хозяйства Астай тоже знают. И чиновники уверяют, только одна из четырех собак слишком молодая, чтобы ее можно было сейчас стерилизовать. А другие три уже обработаны. Также зоозащитники уже нашли место и на днях должны их забрать. Между тем, до вступления в силу закона об отлове агрессивных собак еще полгода. А нападения четвероногих случаются в Красноярске едва ли не каждый день. Новости Прима обратились к кинологам за советом, а как уберечь от нападения бездомных собак. В первую очередь стая будет защищать те ресурсы, которые им необходимы. То есть это пища, это вода и это то безопасное место, в котором эта стая привыкла отдыхать. Это с точки зрения стая принадлежит ей, это ее территория. В первую очередь никогда вы не идете прямо на собак. То есть вы должны демонстрировать, во-первых, то, что вы не агрессивны, вы не претендуете на их ресурсы. То есть ваша голова чуть отвернута в сторону. Если у вас в руках есть сумка, пакет, какой-то предмет, вы держите его перед собой. Если все-таки будет атака, чтобы закрыться от собаки. Во-вторых, ни в коем случае нельзя прикармливать собак, потому что они рассматривают вас в качестве источника еды. То есть вы для них добыча. Если вы начинаете швырять им еду, они говорят, о, классно, стол накрыт. Это спровоцирует только еще большее внимание к вам. А если вы начинаете убегать, то же самое. Добыча побежала, нужно ее догнать. Это рефлекторная реакция. Обезопасьте свою спину. То есть вы должны прислониться либо дерево, либо какая-то стена дома, какой-то забор. То есть что-то, чтобы исключить нападение сзади. Абсолютно отличается. Как правило, одна собака, если она просто бегает, она склонна к тому, чтобы избежать любыми способами взаимодействия с вами. Потому что она боится вас. Если вы видите, например, 3-4 собаки, до 5 особей, вы легко можете их отпугнуть просто своим уверенным поведением. То есть вы принимаете позу такую, немножко увеличивая себя в размерах. Говорите, а ну пошли отсюда. То есть голос у вас угрожающий. Вы можете сымитировать поднятие какого-то предмета с пола. Поднимаете камень, замахиваясь. А ну пошли отсюда. Они это знают все, как правило. И они принимают решение отступить. Как только количество особей превышает некий показатель, они чувствуют себя гораздо увереннее. Они друг друга поддерживают. Так просто вы уже их не отпугнете. На федеральных трассах выпал снег. Дорожникам пришлось выводить технику, чтобы справиться со снежным покровом. Выпадет он и в Красноярске, по прогнозам синоптиков, уже завтра. Между тем, сегодня в Красноярске стартовал отопительный сезон. Но батареи во многих квартирах еще холодные, хотя температура на улице минувшей ночью опускалась до плюс 2 градусов. Почему теплоэнергетики все лето готовятся? А в самый ответственный момент им все равно нужно еще несколько дней, чтобы согреть город. Разбирался я сам. Все, подаем тепло в дома. Парашютная 12. Пошло. Сегодня на парашютной 12 жильцам уже не нужно будет кутаться в пледы. Специалисты управляющей компании на видео отчитываются, тепло пошло без сбоев. Но включить его по всему городу одновременно невозможно, объясняют теплоэнергетики. Путь горячей воды до квартиры слишком длинный. Начинается он на ТЭЦ-2. Здесь запускают третий котел, чтобы поднять температуру воды с 68 до 72 градусов. И включают два дополнительных насоса, чтобы держать нужное давление, когда в домах откроют задвижки. Сегодня ночью по команде диспетчера теплосети был увеличен расход сетевой воды до 11 тысяч тонн в час. Кроме ТЭЦ-2 в Красноярске 29 тепловых источников. ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3 плюс котельные. Доставку горячей воды до 80% жителей города обеспечивает Красноярское теплотранспортное подразделение СГК. Это центр управления всеми теплосетями. Здесь горячая пора. Давай дальше открывай ее. Дальше открывай ее. Уточняйте. Я уже сказал... Слушаю, Коваленко. СГК обслуживает более полутора тысяч километров труб. А если прибавить сюда стояки внутри домов, за которыми уже следят жилищные организации, получается около 4 тысяч. Расстояние как до Москвы. После запуска отопительного сезона теплотранспортникам необходимо синхронизировать подачу тепла. Выровнять давление в разных районах, открыть или закрыть задвижки и запустить насосы. На это уходит не один день. Много оборудования. Допустим, 3-4 источника, да, плюс малый котельный. Надо всем задать режим, плюс система трубопроводов. Она охватывает весь город. Еще одно условие, чтобы тепло дошло до квартир. Системы отопления в домах должны быть промыты. За это отвечают управляющие компании. Прежде чем открыть задвижки в подвалах, они должны получить в мэрии паспорт готовности. Самая крупная в городе управляющая компания, ЖСК, это сделала. Паспорт готовности ЖСК получила 6 сентября. В нем учтено 2127 домов. Это те дома, которые находятся в реестре лицензий нашей компании. Крайний срок подачи тепла в квартиры определяет мэрия. В этом году это 25 сентября. Теплоэнергетики говорят, уложатся раньше. Антон Попов, Ван Дорофеев, Новости Прима. Восстановительные работы после капремонта сетей на подачу тепла в домах никак не повлияют. Это сегодня заявил первый заместитель главы города Владислав Логинов. Сегодня он отправился смотреть, как проходит восстановление территории после ремонта теплосетей. В частности, возле Красноярского цирка. Там сейчас засыпают ямы, кладут брусчатку и приводят в порядок дорогу. Восстановление идет без срывов и по срокам. Уже в среду будет открыт проезд от Вавилова до Крастраба вдоль радиорынка. А в конце сентября подрядчик уйдет с объекта. По словам Логинова, программа по капремонту сетей на сегодня выполнена на 90%. Остались три точки, где работают теплоэнергетики. Это участки на 9 мая, 60 лет октября и лесопарковой. Рассказали сегодня и о вырубленных деревьях. Напомню, жители Правобережья жаловались, что вдоль теплотрассы работники СГК спилили яблони. Сегодня руководство теплотранспортной компании заявило, что в этом году срубило только пять деревьев. Возможно, придется избавиться еще от шести растений на лесопарковой. Там, где можно деревья пересадить, мы это делаем. Но там, где дерево старое, и оно находится непосредственно над сетью, которую мы будем менять. К сожалению, старые деревья, которым 20-25 лет, ну не приживутся. Но, хочу отметить, что наша компания садит, ну, если скажу в 20 раз, то не ошибусь, в 20 раз деревьев больше за год, чем мы сносим. Креатив победил застоявшиеся стандарты. Четвероклассник из Сосновоборска вместе с родителями все-таки отстоял свое право ходить в школу со стильным хвостиком. Мама ребенка поблагодарила всех поддержавших ее семью в видеообращении. Я бы хотела сказать слава, благодарности всем, кто нас поддержал, все, кто не остался равнодушен, кто нашел минутку просто что-то написать хорошее о моем сыне. И что мы отстояли нашу прическу. Спасибо всем большое. Напомню, из-за прически, как у футбольного игрока Златана Ибрагимовича, мальчику не дали покоя в школе. Директоры завуч делали замечания, предлагали родителям перевести ребенка на домашнее обучение. История получила глазку в СМИ. В дело вмешался Следственный комитет, а министру образования края пришлось извиняться перед родителями. Руководство школы обязали пересмотреть устав в части внешнего вида учеников. Кстати, юного спортсмена до сих пор активно поддерживают в интернете. Алексей Смертин, бывший футболист сборной страны, пригласил школьника на предстоящий матч «Россия-Шотландия». Не откликнулся пока только автор модного пучка. Сам Златан Ибрагимович сотни людей отправили ему обращение с просьбой поддержать школьника. «Россия-Шотландия» Просто повезло, что на тротуаре в этот момент не было пешеходов. Утром на перекрестке Мира и Декабристов произошло ДТП. Водитель «Хонды» при повороте не пропустил внедорожник, и машина на скорости врезалась в стену дома. По счастливой случайности людей на тротуаре не оказалось. Водителя «БМВ» увезли на скорой с травмами. Второй участник столкновения не пострадал. Всем привет, меня зовут Надежда Сергеенкова, и это моя подборка интернет-новостей последнего рабочего дня. А пока дождливая погода горожан не радует, в ней есть плюсы. В Красноярском крае из-за дождя в центре и снега, который выпал на севере, сняли режим ЧАЭС по лесным пожарам. Об этом сообщили в правительстве. Сейчас в крае горит чуть больше 12 тысяч гектаров леса в Ивенкии, и ситуация находится в зоне контроля. Полиция раскрыла секрет летающего сейфа. В конце августа металлический ящик выпал из окна здания на Майорчика и приземлился на машину. Водитель обратился в полицию, оказалось, сейф выкинули грабители, которые проникли в здание. Горе преступники хотели тихо и быстро скрыться и не посмотрели, что под окном. В итоге скрылись, но без добычи. По Красноярским улицам могут поехать электробусы, но это не точно. Наш город попал в число городов, для которых могут закупить электрические маршрутки. Об этом пишет коммерсант. Сейчас идея находится на стадии обсуждения в правительстве страны. Деньги на закупку почти двух тысяч машин планируют взять в фонде национального благосостояния. Может, все-таки лучше метро? И к делам благоустройства. Благоустройство за 7 миллионов в Красноярске отремонтируют тротуары и газоны, на которых раньше стояли павильоны. Контракт уже разместили на сайте госзакупок. Среди работ установка тактильной плитки, бордюров, газона и брусчатки. Подрядчик должен будет навести порядок к 30 ноября. И закончим милой новостью. В объективы фотоловушек на столбах попала рысь с детенышами. Как рассказали работники заповедника, мама вышла на прогулку с котятами им по 4 месяца. Рыси выращивают потомство в одиночку и самка ненадолго покидает малышей, чтобы поохотиться. Этот сезон был благоприятным для кошачьих и малыши чувствуют себя отлично. Учителя Красноярского края будут получать надбавку за увеличившееся количество школьников. За последние два года количество школьников в крае увеличилось на 15 тысяч. Так, в сентябре 2017-го в школы пошло 320 тысяч учеников. В прошлом году их было уже 328. А 1 сентября этого года и вовсе 335 тысяч ребят сели за школьные парты. В крае открываются новые школы и нагрузка на педагогов существенно возросла. Сегодня губернатор уже распорядился выделить дополнительно 590 миллионов рублей из краевого бюджета на доплату учителям. Об этом глава региона сообщил во время встречи с министром образования Светланой Маковской и председателем Красноярского союза учителей Людмилой Косарынцевой. Помимо этого Александр Ус поручил при формировании фонда оплаты труда педагогов на следующий год учитывать фактические данные о количестве учеников в школах. На эти цели в 2020 году уже запланировано свыше 17 миллиардов рублей и дополнительно к этой сумме добавят еще 790 миллионов рублей. Основные параметры бюджета на следующий год они уже фактически просмотрены. Мы, как и положено, будем носить его в октябре и 790 миллионов туда сразу докладывается для того, чтобы привести этот фонд в соответствии с численностью. Губернатор также поручил министерству образования и финансов края сформулировать предложение по постепенному увеличению базового оклада учителей, который будут применять, начиная со следующего года. В центре Красноярска появилось новое пространство для творчества и просто приятного времяпрепровождения. Эксклюзивная экскурсия через 8 минут. Красноярская компания запустила программу по замене старого домофонного оборудования на новое современное. И многие жители не подозревают, какие возможности теперь у них появились. В один из таких домов отправился Андрей Бабуридзе и протестировал новинку. Все больше популярность в Красноярске набирают домофоны нового поколения. Главная фишка их это в том, что камера работает 24 на 7. То есть получается круглосуточно вы будете контролировать то, что происходит у вас возле подъезда и кто вообще заходил в подъезд и выходил. Видео с домофона передается на экран телефона в мобильное приложение. Вы сразу получаете звонок на смартфон. А еще домофоны не только красивые, но и антивандальные. Электронные ключи защищены от копирования, что вместе с функцией видеонаблюдения повышает безопасность во дворе. Записи хранятся три дня. Двор большой, остановка рядом. То есть людей проходит мимо дома очень много. Всякие разные люди. И у нас, допустим, конкретно у нас, в нашей семье был случай, что нам разбили стекло в автомобиле. Во всех случаях удобно. Ребятишек не пускаем. Которые хулиганят, а которые не хулиганят, пускаем. А сейчас я предлагаю провести эксперимент и посмотреть, как же работает эта система. Идем, идем, идем. Наберем номер, Сережа, какой? 85, может быть? Звоночек. Кто там? Здравствуйте, это скорая. Откройте, пожалуйста. Здравствуйте, я же вижу, что вы не скорая. Что вам нужно? Нам нужно пробраться внутрь. А впустите, пожалуйста. Зачем? Какая дотошная. Нет, спасибо. Хм, работает. Отметим, что панель подключена к интернету и управлять домофоном можно и с помощью мобильного приложения. Сидя на работе, наблюдайте за происходящим во дворе. И в один клик открывайте дверь. С ноября прошлого года компания Дом.ру проводит модернизацию домофонов в многоквартирных домах. Вместо старых потрепанных моделей теперь стоят современные умные домофоны. Многие наши клиенты рассказывают о том, как изменилась атмосфера в их подъезде после установки умного домофона. Прекратилось мелкое хулиганство, стало чище и клиенты стали чувствовать себя в безопасности. А компания Дом.ру в это время продолжает установку умных домофонных панелей по всему Красноярску. На текущий момент их установлено больше двухсот. Мы уверены, что умный домофон – это один из кирпичиков в строительстве умного быта современного человека, который помогает обеспечивать людям безопасность. Умный домофон на Дом.ру может появиться и в вашем подъезде, если на общем собрании жильцы решат, что пора заменить старое оборудование. А после этого можно обратиться в компанию Дом.ру и заключить договор на обслуживание. Прогноз погоды представляет аптека Живика. Аптека Живика гарантирует низкие цены. Зайди и убедись. Илья Сосновский с прогнозом погоды на выходные. Всем привет! С каждым днем на улице становится все холоднее и холоднее. Но для меня что улица, что дом уже примерно одно и то же границы стираются понемногу. И слышал я радостную новость, что сегодня уже в квартирах красноярцев станет теплее. Запускается отопление и белой завистью вам всем завидую, честное слово. Ну а раз зависть белая, я добрый, то вот вам дружеский совет. Прямо сейчас садитесь и думайте, как проведете уютные домашние выходные. Что готовить будете, что смотреть, ведь на улицу лучше не выходить. Но вот этой ночью могут замерзнуть лужи минус 2 градуса. Автомобилисты повнимательнее, еще и снег синоптики обещают. Ну а днем уже без осадков, но зато порывы ветра и всего лишь плюс 6. В воскресенье немного полегче, плюс 12, но дождливо. А в понедельник ничего не изменится. Кстати, хочу сказать, что наш эфир продолжит добрая рубрика. Вместе с собачьим приютом поводок. Фонда Вольное дело мы рассказываем про питомцев, которым очень нужен новый дом и любящие хозяева. Всем хорошей погоды, пока! Знакомьтесь, это Ульяна. Ей 2 месяца. Она ласковая, игривая и очень нежная. Просто обожает активные игры. Девочка вырастет крупной собакой. А еще Ульяна ценит внимание людей и доверяет тем, кто дарит ей заботу и доброту. Станьте другом для этой милой собаки. Приют-поводок не покупай. Приюти. Пока вы ищете подштанники и колготки в 60 Ден, мы эксклюзивно прогулялись по новому четырехэтажному пространству в центре. Продегустировали осенние супы и нашли самый грустный. Поговорили с жителями Зеленой Рощи за современное искусство. И прокачали зрение до 200%. Прижимайтесь к обогревателям. Пинайте листву, как Юрий Шевчук в клипе про осень. Мы начинаем. Это Гуд Ньюз. Здравствуйте, телекафе Гуд Ньюз. Открывайте свои двери. Проходите, располагайтесь. У нас сегодня новичок. Новичок. Да, Надежда Сергея Янкова дебютирует в роли ведущей нашего шоу. Надя, привет. Сразу даже не угощаешь, что так принято с бокальчиком. Да, у нас так принято. Волнуешься? Честно, вообще не волнуюсь. Просто не видно за барной стойкой, как у меня коленки трясутся. Но да ладно. Мне сказали, нужно расслабиться и получать удовольствие. Я специально подобрал галстук под... Мы сегодня в тандеме. Под свет. Что у нас в программе? У нас осень, друзья. Осень, причем холодная. Ты знаешь, что нам Илья Сосновский пообещал, что мы будем мерзнуть все эти выходные. Я знаю, что Илья Сосновский загадал, значит, определить, что такое осень. Это небо, это камни или это ветер. Плачущее небо под ногами, так и хочется мне спеть. Поэтому давайте голосовать. Мы предлагаем голосование сегодня о том, что такое осень. Это небо, плачущее под ногами. Это камни, верность под чернеющей невою. Или это ветер вновь играет рваными цепями. А пока вы думаете над этим серьезным вопросом, давайте посмотрим афишу на эти выходные. Дорогой папа, это, можно сказать, семейная комедия о превратности судьбы. Ситуация такая. Бизнесмен записал полмиллиарда долларов на мать, а та завещает все внучке, которую этот богатей, теперь уже в кавычках, бросил много лет назад. И теперь ему нужно как-то расположить к себе уже взрослую брошенную дочь. Вот так закрутили. В субботу на Красном Кольце заканчивается этап Кубка по кольцевым гонкам. В финальном заезде сойдутся самые сильные пилоты. Знатоки говорят сразу три участника претендуют на звание лучшего в этом сезоне. Все начнется в 12 часов. Соревнования представляют собой кольцевые гонки на классических авто. То есть, проще говоря, на «Жигулях». Только очень-очень прокаченных. В субботу ТРЦ «Планета» устроит фестиваль уличных театров. Артисты будут работать в разных жанрах. Это и танцоры, клоуны, иллюзионисты, акробаты. Специальные гости – театр танца «Экзордиум», который не раз светился на федеральных каналах и становился победителем всероссийских и международных конкурсов. Также будет работать и творческая мастерская. Все желающие смогут создать собственное произведение искусства на мастер-классе «Профи-арт». Начало программы в 14.00. Мальчик, чья мама погибла. Роман «Донный тарт» «Щегол» сразу стал бестселлером. Теперь история юного Теодора Деккера выходит на большой экран. По сюжету герой теряет мать в теракте. После взрыва он получает от умирающего старика редкую картину голландского художника «Щегол». И с этого момента Теодор погружается в мир подпольного искусства. Режиссером киноверсии мирового бестселлера стал Джон Краули. Зрители знают его по фильмам «Настоящий детектив» и «Мальчик А». Главная роль у Энсела Элгарта. Среди актеров Николь Кидман и Сара Полсон. Футбольный Енисей продолжает барахтаться на дне таблицы ФНЛ. Но все мы надеемся, что уже скоро прорвет. Возможно, это произойдет уже в эту субботу, и наши футболисты порадуют болельщиков тремя очками. Поэтому ждем, верим и поддерживаем. 14 сентября на Центральном стадионе. Начало матча в 17.00. Стрижи должны держаться своей стороны горы. Ну и куда без новых анимационных приключений. На этой неделе ведем малышню на птичий дозор. История Стрижа, которого воспитали чайки. Хоть фильм и создавался в Германии, анимация не уступает Голливуду. И по прорисовке, и по динамичным сценам. Поэтому интересно будет и взрослым. А еще новый пункт назначения – походы, спектакли, концерты. И еще больше забытий выходных и идей найдете в календаре афиши на сайте Город Прима. Как дойти до Манская петли и в какие новые заведения сходить на обед. Отдых в Красноярске начинается с сайта Город Прима. Так что, друзья, не прячьтесь под одеялко. Обязательно куда-нибудь выходите. Вот вам еще одна идея. В Красноярске прямо в центре открылось новое лофт-пространство. Так и называется лофт-центр мира. Я не повторяю, не повторяю. Да, я не повторяю. Лофт-лофт, телевидение-телевидение. Зачем идти в лофт вообще? Зачем? Что? Вот с какой целью? Я понимаю, зачем идти в кино, в бар, в бассейн. А зачем идти в лофт, я не представляю. Вот чтобы это узнать, мы Надежду Сергеевну туда и отправили. Так как Гуд Ньюс всегда в курсе всего нового и самого классного, в Красноярске сегодня будет новое и в стиле лофт. Поехали. Мы стараемся собрать разных людей из разных сфер деятельности. Стиль интерьера лофта, он подразумевает, что это открытая проводка, бетон. Если вы дома ремонт не доделали, вы можете сказать, у меня ремонт в стиле лофт. Подходим, покупаем. У нас мастерская традиционной флористики и фуд-флористики. Вот я, допустим, люблю очень сало солененькое с лучком, с чесночком. Из этого букета вообще можно сделать? Ну, вообще можно. Кофейня с музыкальным уклоном. Варим кофе, выступаем вечерами. Буду играть в кавер. В кавер? Что? А что в сумочке? У меня флешка. На самом деле вы не играете, а просто ставите флешку. Вот такой кофе, который варится и звучит музыка, он заряженный на что-то? У меня ни слуха, ни голоса. Может быть, когда я кофе ваш выпью, запою? Может быть. Как называется ваша мастерская? Heritage. Так, запишем. Как-то образование у вас или вы так решили? Да, айтишник. Айтишник. Айтишник, а почему вы делаете ремни? Ну, потому что мне нравится. У меня есть много красивых кимоно, в жаккарде, волье, вакокожи. Здесь, собственно, мастерская, мы здесь изготавливаем и на заказ шьем. Это одежда, сет, это чего из... Как это? Вечевка называется? Я сейчас не обзываюсь. Если вы хотите быть одна на вечеринке в какой-то супердизайнерской вещи, то это показано к применению. Это прям лофт-лофт. Ну, мы фотостудия для таких коммерческих проектов. И на документы, и все, да? Даже на документы ходим все. На паспорта и хоть куда. Мы... мы... Все. Выбежите это. Здесь у нас татуировщики, но сейчас они спят. С этой стороны у нас йога. Татуировщики говорят, что будут ходить на йогу. А йога задумывается о первой татуировке. Кстати, прямо сейчас вот в этом лофте проходит такое открытие. Все заработало. Так что можете гуд-ньюс досмотреть и бежать по своим делам. И разбудить татуировщиков. Там круглосуточно. Может быть. Мы же тут про Красноярск говорим всегда. Вот я знаю, есть самый лучший сайт про Красноярск. Город Прима. Даже не стесняюсь об этом говорить. Это же иногда туда статейки пишу. Статей. Статьи. Статьище. Статьище. Да. И там есть у нас город Прима, да, есть городской мэр. Интернет-мэр избранный. Мне иногда кажется, что это диагноз какой-то. Интернет-мэр. Он сам провозгласился. Так вот он издает там распоряжения всякие разные. Например, одно из них это... Распоряжение. Распоряжение. Мне просто интересно, вот идея интернет-мэр, то есть он как бы не настоящий, но он что-то там придумывает, чтобы наш город сделать лучше. Он сам себя избрал, что ли? Как это так? Он сам себя избрал и теперь предлагает, что сделать можно в Красноярске, чтобы этот город, ну, как-то преобразился. Идеи, кстати, иногда дельные. Вот одна из идей, это делать дворы-конструкторы, чтобы можно было его куда-то перенести, там собрать, и там был классный двор, вот этот конструктор. Мне кажется, классно для Красноярска, чтобы, знаете, панорамные окна, и ты во двор смотрел не на гаражи и мусорки, а на что-то красивое. Кстати, есть имя у нашего интернет-мэра, зовут его Илья Сураев, но вот уже на Малиновского, так сказать, опередились конструктором, и там появилась инсталляция. Арт-объект, который, впрочем, жители, ну, не все поняли. Вот как они его поняли, как они к нему относятся, к этому арт-объекту во дворе, выяснил наш Илья Сосновский. Современное искусство, оно такое. Без инструкции совсем не разобраться, что это и для чего. Узнаем у местных жителей, понимают ли они, зачем тут появилась такая махина из дерева. Красиво вообще-то? Мне нравится. А соседям? Ну, смотря каким. Не знаю, потерянные какие-то больше. У людей в основном все идет как-то очень по накатанным рельсам. Знаете, что сделано? Леса строительные. Туалет сделали, понимаете. Сейчас приезжают на машины, приходят так, за гаражей в туалет ходят, где собачки подкакают и разворачиваются и уходят. А вот говорят, что это современное искусство. Не считаете, что это искусство? Это доски обыкновения. Какое-то искусство-то, скажите, пожалуйста. Я говорю, наши бомжи, по-моему, поприличнее что-то построили, честное слово. Было какое-то чайпитие, там туда никто не пришел даже. Ну, вы видели, какие доски страшные? Ну, это просто позорище. Что мы тут какие-то нищеброды живем, что ли? Что нам можно такое... Пускай бы они построили вот где вот эти вот большие дома, новые, крутые. Почему они там не построили вот такую конструкцию? А построили здесь? Для какой цели? И у нас вот чуть драка прямо не была за этой конструкцией. Прям мешали, не давали им строить? Правда что ли? Ну, поругались маленько и все. Вот за спиной вашей что? Арт-объект. Какой? Зачем? Что это? Мы не знаем. Мы не знаем. Вас двигли тут в три дня и не знаем что-то такое. А там же говорят, чай нужно пить, пили чай. Объявления видели, но мы не ходили. Это неинтересно. А как было бы интересно? Если бы в этот район поставили что-нибудь красивое, золотое, золотую статую, ее бы унесли, правда, в первый момент, но люди бы собирались вокруг нее. Вы бы такую себе удовольствую поставили? Конечно. И как бы использовали? Я считаю, что это красиво. Ну, не использовала бы. Деревянное что-то. Да, деревянное что-то. Все-таки, кажется, нужно окраснять сам время, чтобы привыкнуть к таким новинкам. И, кстати, еще одна идея. По осени можно сбежать в путешествие. Вот куда сегодня расскажут наши гости. Здравствуйте, давайте знакомиться. За солнцем. Здравствуйте. Вот вам наша газировочка. Мы всем предлагаем. У нас в гостях Алексей Кобзистый и Евгений Евтихов, основатели онлайн-турагентства «Хай Тур». Все правильно? Да, правильно. Что такое онлайн-турагентство? Первый вопрос, который я уже думаю. О чем? Ну, онлайн-турагентство – это принципиально другой формат туристического агентства, основанный на том, что туристы бронируют, подбирают и оплачивают путевки удаленно из любой точки России. Посредством наших технологий новых, которые мы внедрили в нашу туристическую компанию. Все технологии мы внедряем именно в нашу компанию. По России? То есть это не только красноярская тема? Нет, по всей России. По всей России. То есть мы идем в многосовременную, современные технологии используем на полную катушку, так скажем. К нам в эфир можно звонить по номеру 202-22-22 и задавать вопросы нашим гостям о путешествиях. Я думаю, что у людей… Их много. Много, да. Куда сейчас можно поехать, например? Сейчас у нас осень, наступает холода, и туристам мы предлагаем такие направления, как Юго-Восточная Азия, страны Юго-Восточной Азии – это Таиланд, Вьетнам, Хайнань, Китай, да, там и так далее. Ну и из Москвы направление, естественно, так как мы работаем по всей России, то в принципе можно посмотреть Доминикану, Мексику, сейчас очень активно туристы бронируют. Мексика? Да, Мексика. А экзотика есть еще какая-то? Экзотика? Мальдивы, кстати. Мальдивы открыли в этом году из Москвы. Прямые рейсы, это впервые за много лет. Это будут летать туроператоры на бортах «Три Семерки», это новые борты авиакомпании, получается. И всего три вылета будет на Новый год и после там один будет. Мне на самом деле очень интересно, вот я захотела поехать, вот онлайн-турагентство. Что, я захожу на какой-то сайт, на какую-то платформу, что-то там делаю, все сама, мне никто не помогает? Нет, вы все просто, вы просто переходите на сайт, осуществляете вот страны, количество людей, которые летят, вот, и вам выходит под горка тура. Если вам нужна какая-то более подробная информация, наш менеджер, который всегда на связи, свяжется с вами, подскажет вам, посоветует, какой отель выбрать. Ну, в общем, подбор тура осуществляется всего там в два шага. И все, я регистрирую все сама дальше, да? Тоже так? Или как? Или мне нужно приехать куда-то в офис к вам? Нет, в офис приезжать вообще нет необходимости никакой, все делается дистанционно. Дистанционно, и наш сотрудник дистанционно вам забронирует тур и подскажет с отелем. А это все-таки сродни самостоятельному путешествию? Или тут есть такое видение, вот, как... В этом же и суть туристического агентства, что мы экономим время туристов. Туристу достаточно ставить только свои пожелания и свой контактный телефон у нас на сайте. Всю остальную работу мы сделаем, и турист не будет тратить время на езду в офис в пробке, там не будет тратить время, чтобы что-то там смотреть, выбирать. То есть наши профессиональные менеджеры, мы их обучаем, ну, они все это помогут. Скажите, а вообще началось сейчас зимнее бронирование? Ну, вот раннее, сейчас же модно, да? Заранее покупать, вроде как это позволяет экономить. Активно уже идет зимнее бронирование. Вот у нас наши туристы уже бронируют и декабрь, даже уже есть брони на февраль и март. Серьезно? Так заранее? Да, более отдаленные уже, да. То есть глубина бронирования, она очень такая впечатляет уже. Куда вы бы посоветовали отправиться? Давайте представим, вот сейчас мы с Антоном, вдруг неожиданно решили поехать куда-то на Новый год. Вот куда бы вы нам посоветовали? Ну, сейчас я бы посоветовал, наверное, Юго-Восточную Азию, это Таиланд, Вьетнам, Фукуок и еще направление новое, кстати. Это будет новинка сезона, но из Красноярска, это Эмираты. Объединенные Арабские Эмираты, да. Прямые рейсы из Красноярска четыре раза в месяц, то есть можете летать. Сколько лететь? То есть что-то так протяжно, так Эмираты. Эмираты, просто я же не планирую в голове, сколько лететь, вот если из Красноярска, это же чартером, да? Да, чартер до Дубаев, примерно время полета где-то семь с половиной часов. На самом деле, чтобы было понимание, из Красноярска все прямые рейсы, рейсы порядка шести-семи часов длительностью. А что с Грузией? Какова ее судьба, вы знаете или нет? Ну, это что же было популярное направление? Грузия, ну, Грузия из Красноярска никогда не ставили чартерной, потому что это такое направление более уже, как сказать, уникальное, да? То есть это больше, наверное, из Москвы, и вообще оно только появилось недавно из Москвы, потом в связи с этими событиями рейсы там поснимали. Ну, туда в основном ездят так называемые дикарями, то есть индивидуальные туры. Туристы сами бронируют там. Ну, и хочу добавить, что в Грузию попасть можно, то есть нету из России рейсов, да, но можно из какой-либо другой страны добраться, то есть нет запретов. То есть только авиасообщение из России. Вообще вот такое путешествие дикарями, это сейчас, ну, по вашему профессиональному мнению, это популярно? И безопасно ли, кстати? Вот это интересный вопрос. Дикарями путешествия, ну, смотря... С нами бы как поехали? И ездите? У вас по путевкам или дикарями? Мы ездим по путевкам, почему? Потому что это от А и до Я, да, как бы сопровождение полностью туроператором, компанией, принимающей стороной, турагентством на начальном этапе подбора тура. То есть это турист попадает в туркомпанию и, то есть, грубо говоря, под ключ, да, то есть он ни о чем не думает. Что такое индивидуальный тур? Это нужно забронировать отдельно, найти, стыковать, перелеты. Там есть свои нюансы по стыковкам, поэтому можно там попасть в нелепую ситуацию. Может, еще и дороже, я так понимаю. Может быть, дороже. Если дело в цене, то бывают горячие туры, которые выгоднее брать пакетным туром, то есть через турагентство. Тебе хоть раз удавалось экономить на горящих турах? Кстати, да. Но это, знаешь, это прям нужно быть суперсвободным во всем, чтобы взять так и поехать. Короткая реклама у нас, и потом продолжим. Плесните чай в кружечку и смотрите дальше. В какую страну лучше надеть штанишки подлиннее и майку по закрытии? Планируем отдых с учетом местных обычаев. Горячие и горящие туры. Интересно, есть разница или нет? Горяченькие. Да, горяченькие. Горяченькие, да. Что это такое вообще? Какие туры назвать горячими можно? Горячие туры вообще понятие такое, что турист принимает решение сразу, да, и летит буквально там на следующий день, да, может быть, в течение первых трех дней. Это тур, который, ну, не можно, не затягивается. Колька до вылета остается? То есть неделя, там, три. Как выловить, да, как его выловить, вот чтобы, потому что если за две недели пытаешься бронировать, вообще самые высокие цены. В том-то и дело, что горячий тур, он непредсказуемый, то есть его вылавливать невозможно, нет никакой закономерности. Берешь месяц отпуска, две недели, две недели тянешь. У вас должно быть свободное время, чтобы воспользоваться этой возможности. Свободное время, там, грубо говоря, полтора месяца, и в эти полтора месяца, ну, высокой долей вероятности, что что-нибудь может быть. Что завтра рванет. Да, завтра рванет. А так специально, там, чем, короче, меньше у вас окошко для полета и прилета, тем... А по сервису? Одинаково. То есть можно попасть и на пять звезд, и на шесть звезд, насколько угодно. А направление, вот вы то, что говорили, или это осужается как-то? Если мы говорим про сезонность, то в низкий сезон, соответственно, низкосезонные направления, они будут более дешевыми, чем высокой. Допустим, Азия летом чуть дешевле, чем Турция, к примеру, потому что Азия, там, менее сезонов, дожди, волны, там, и так далее. В Турции более благоприятная погода, поэтому ценник туда будет выше. Ну, сейчас осенью что у нас? Сейчас, допустим, Турция стала дешевле. Вот, совет, сейчас можно слетать в Турцию недорого. А смысл? В сентябре? Там море прогрето еще вплоть до ноября. Море теплое еще. Можно с лета. Замечательно будет. А скажите, а какие-то вот еще направления новые есть, может быть, или будут открываться в ближайшее время? Из Красноярска и, не знаю, из Москвы, может быть? Вообще, через Москву летать можно, кстати? Конечно. Я имею в виду красноярцам, это удобно? Смотря, насколько хочется полететь туда, где не были там и так далее. Допустим, есть направление, в которое вы никогда не улетите из Красноярска. Это вот, допустим, Карибский бассейн, страны Карибского бассейна, это Доминикана, Куба, Мексика. Туда вы никогда из Красноярска не летите. То есть, в любом случае, она летит через Москву. Мне кажется, это космические какие-то деньги. Нет, это абсолютно не дорого. Но уровень Турции это стоимость поездки. Турции? Да. То есть, я потом... То есть, Лена Попенко вот здесь, она в прошлой раз была, она рассказала про Бали и так далее. И как бы преподносила это как достижение, что это круто. А это по цене Турции. Все, сейчас ты, да, уже? Все. Это чудо-то. Не знаю, ваши слова для моих ушей у Слада, потому что хочется к морю погреться. Вот что в стоимость тура включено? Вот горячее тоже мы говорим, что это? Что я получаю, если беру тура? Включены стандартные услуги. Это авиаперелет, проживание в отеле, питание, согласно выбранной концепции, да, на этапе бронирования тура. Трансфер, то есть, вас встретит туроператор, довезет до отеля, с отеля заберет и везет, и медстраховка. Давайте скажем, где туристам помогут и в выборе тура, и в организации всего путешествия. У вас реквизит еще есть, я так понимаю. Да, конечно. Да, мы доставайся. Мы всегда рады помочь нашим туристам, и дистанционно, и лично в офисе. Мы, кстати, проводим розыгрыш конкурса. Я люблю розыгрыши, давайте рассказывайте. В общем, у нас стартует розыгрыш 16 сентября. Мы его назвали. Большой тренок конкурс. Да, от нашей компании. У нас крутые призы, розыгрыш будет проходить 3 месяца, вплоть до 2 декабря. 2 декабря будут подведены итоги. Призы крутые. Первый приз – это путешествия. Куда? А уже куда захочет, захочет победить, и туда и полетит. А что, может, на Боли, там, в Турк. Второй приз тоже не менее значим – это айфон. Какой? Простите, это мой последний, просто сейчас пришло, много не интересовалось. У кого что, да. И третий приз – это Airpods, это беспроводные наушники. И плюс еще вот таких 7. Много отточительных призов, да, вот в частности футболка. Чтобы поучаствовать нужно. Да, поучаствовать. Футболы очень простые у нас. По нашему телефону, или зайти к нам на сайт. И там вся информация, там все очень просто, буквально 5 пунктов. И вы участник. Спасибо большое. Обязательно зайдем. Мне понравились и футболки, и главные призы. С 16 сентября по 2 декабря. Да. Спасибо. Ну, а что у нас дальше? Дальше что-то интересное. Прижимайтесь теснее к друг другу и смотрите прямо сейчас. Мы нашли самый грустный супчик. А всего-то продегустировали осеннее меню. Да, с такой погодой захочется закутаться в теплый плед. Закутаться, Антон, закутаться. Вот скажи, запутаться. И что-нибудь съесть такого горяченького. Ты любишь суп, Антон? Я очень люблю суп. Я всегда ем супы. И я знаю, что ты их дегустировала. Да, я дегустировала. А меня не позвала. Я не дегустировала на самом деле, а дегустировал прекрасный человек Василий Прокушев. Это был не ты, Антон. Василий Прокушева я знаю. Это бездомная я вообще. Съесть может все и много. И много, да. Действительно, это фотообозреватель проспекта Мира. Он ходит по заведениям, кушает, 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 кушает и пишет потом. Можно ему доверять. Давайте посмотрим. Оно должно быть веселым и согревающим. Мы еще придумали критерии в редакции. Можно ли перелить супчик в стакан? И, собственно говоря, с этого стакана этот супчик употребить. Нет, ну это густая какая-то история такая с рыбами. Осенний? Нежно. Нежно. Воспоминания, да. На прошедшем лете можно было повеселеть. Стакан отец. Нормально. Единственное, с плотью рыбной могут быть проблемы. Ее придется потом вытряхивать себе в рот. Курин с лапшами всегда казался осенним супом. Почему? Есть ли им какая-то грусть осенняя? По помешанным курицам. Лапша похожа на дождь. Пятерка. Для куриного супа с лапшой пятерка. И лапша валится в разные стороны. И здесь вся лапша остается на дне. Стакан отец провален в двойка макс. Ну, это не осеннее блюдо. Это блюдо зимнее. Вернуться, смороться. Красные щеки там. Красный борщ. Красный борщ. Красная девица. Шансов у него нет. Что это? Это издевательство. Над борщом или над вами в данном случае? Над нами обоями. Это и не борщу, и не уважение к себе такое. Кстати, да. Кстати, что? Ну, это пять. Пять? На пять особенный суп. Грибной суп не может быть. Никаким, кроме как овощей. Вот грибной суп веселый. Нельзя не забавляться при мысли, что ты ешь кого-то, кто неответственно животным не тростит. Десять, получается, он и баллов выбирает. Да, получается, у нас из всех... Идеально осенний суп. Вы бы где супчик из стакана попили грибной? Я бы не знаю, в Мэрии. Специально от меня для вас на дегустацию авторское блюдо. И это блюдо называется осенний дошик с майонезом. Так. Так, ну что? Доширя. В любом случае, получается, ушибал по любым критериям. Говорят, что если есть доширя каждый день на протяжении пяти лет, то можно стать святым. Да. Да. Или умрешь, или святым ставишь. Святая корова! Я тоже стал святой, потому что я пару вилочек дошика вот так вот тоже употребил. Какой? Какой? С говядиной или с курицей? Конечно же, красный, Антон. Красный с говядиной, да? Ну, молодец. Я говорю, что я доверяю вкусу Василия. А теперь, Надя, тебе предстоит и мне проверка зрения. Можно я буду слепым кротом в этой игре, потому что я ничего не успею? Нет, у нас просто есть необычный человек, мы о нем чуть позже расскажем, у которого я уверяю, что у него зрение 200%. Ну, а мы сейчас, вот у меня не просто так здесь табличка. Влад, наш оператор. Пожалуйста. Вот он явился к нам, так сказать. Да. Отходи. Давай, Антон, ты начнешь, я уступлю тебе. Ты помнишь, как это делается? Влад пусть показывает нижнюю строчку. А ты давай один глаз-то закрой, можешь рукой закрыть. Я тебя могу подержать. Поехали. И. Ша. И шаг. Шутка на 300. Так. Ну, все, я говорю, началось. Буква Ша, самая маленькая, буква Н, как меня зовут? Шнюк, шнюк. Буква Б. Да, мы не играем в игру слова и ассоциации, Антон. Да. Мы проверяем зрение. Итак, наш тренер говорит, что у него зрение 200%. Чтобы доказать это, чтобы набрать себе учеников, он даже пошел на федеральное шоу, вот свои демонстрировать таланты. Да, кстати, Андрей Бабуридзе поехал и проверил, и для себя тренировочку провел. Шестьдесят метров для Евгения Горковки. Комфортное расстояние, чтобы все разглядеть и точно попасть в цель. Со своим идеальным зрением лучник прогремел на всю Россию, участвуя в шоу «Удивительные люди». Там он вошел в тройку лучших. Что интересно, в детстве учителя его специально пересаживали на первые парты, чтобы лучше было видно доску. Но все исправилось, когда стал заниматься стрельбой из лука 25 лет назад. На Суриково я там приехал в оптику. Там электронная у них таблица, вот эта стихция. Двенадцатая строчка – это 200%. Тринадцатая – 300%, четырнадцатая – 400%. Я там вроде бы 20-го увидел. У людей, которые есть проблемы со зрением, если они начнут заниматься стрельбой из лука? Зрение по-любому улучшается. У нас даже такие ребята, школьники есть, которые приходили в очечках, через два года очки забыли. Сейчас расстояние 60 метров. С 60 метров реально с первого раза попасть? Вам нет. Вы не сможете. Даже я вам дам 20 стрел, вы ни разу не попадете в мишень. Поэтому, чтобы ломать мои стрелы, надо подойти… По 5 тысяч рублей. Да, надо подойти к 5 метрам, и вы попробуете. Хорошо, давай. Левую руку прямо сделайте. Теперь глазу. Это вообще тяжело. Прямо руки трясутся. К правому глазу уверенно растягиваем и выстреливаем. Еще-еще сильнее, вообще не растянуло. Еще-еще. Мне страшно, что она… Она ничего не будет, просто на нее смотрим и в мишень. Еще сильнее, 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 сильнее. Сильнее еще. На нее смотрим и отпускаем. У меня силенок не хватает. Давай, отпускай. Раз. Два. О, не в желтенькую, но в красненькую. Это же неплохо. С 5 метров. Реально, прям очень забиваются мышцы. Потрогай, вот как камень. А? А? До свидания, качалка. Надя, ты знаешь, что Бабуридзе после этой съемки взял больничный, как мышцы болят? Итак, подводим итог голосования. Что такое осень? И вот что… Вот итог голосования. Я знала, что это будет. Всем пока. Гуднюс закрывает свои двери. До следующей недели. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok